Студенты и преподаватели Казанского федерального университета получили уникальную возможность узнать, какое будущее ждет экономику России, пожалуй, самого компетентного источника. Глава постоянного представителя Международного валютного фонда в России Габриэль Дибелла в рамках своего визита в КФУ продолжает небольшую серию лекций об актуальных экономических вопросах. На этот раз возможность подискутировать со специалистом получили студенты Института экономики и управления финансов на тему управления нефтяными доходами. Я рад чувствовать вашу заинтересованность, уже предвкушая результат данной лекции. Нам предстоит обсудить важный вопрос, который невозможно оставить без внимания – изменение цен на нефть. Я отмечу, что здесь самое главное не спрос, а предложение. Цены на нефть влияют на глобальное развитие. Я уверен, в процессе нашей встречи вы узнаете ответы на самые интересные вопросы, например, проблема государственного управления, конкуренция и конкурентоспособность стран. Активное участие в дискуссии принял ректор Казанского университета. Лидер вуза подчеркнул, чтобы повысить дальнейшее развитие экономики, государство должно вкладываться в образование. В данном аспекте особая роль принадлежит университетам. Потому что университет в Тесную сегодня интегрируется с крупными бюджетнообразующими компаниями, и мы видим свою роль в увеличении конкурентоспособности нашей компании. Та же компания «Хайер», придя на территорию, площадку на Бережной в Черну, первое, что она сделала, она обратилась к нам не только в области подготовки специалистов, но и создала у нас собственную исследовательскую лабораторию. Имея возможность опираться на мировой опыт, Габриэль Дибелла проанализировал действующие в российской экономике процессы и предложил практические советы. Аудитория для этого самая подходящая. Рассуждая о перспективах развития российской экономики, логично обращаться к тем, кто будет стоять у ее руля через несколько лет. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универгьюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова